Обмен бренными Обмен бренными Россия и Украина готовятся вернуть друг другу задержанных и осужденных 3. Газета коммерсант номер 151 от 23 августа 2019 года Строение 1 Власти РФ и Украина активизировали процесс обмена заключенными Как рассказали твердый знак информированные источники До конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев Которые до сих пор находились под стражей В их число, по данным твердый знак, могут попасть все украинские моряки Задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе А вот украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет Останется под стражей и главарь ее новости Украина Кирилл Вышинский Который отказался от обмены сам, так как хочет добиться в киевских судах оправдательного приговора Эксперты отмечают, рекордный по своим масштабам обмен заключенными сейчас выгоден и Москве, и Киеву Как выяснил твердый знак, готовящийся обмен между Россией и Украиной в общей сложности может затронуть более 60 человек Источники твердый знак говорят, что Москва передаст Киеву 33 человека Столько же должны уехать в обратном направлении Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме Его, по данным твердый знак, в списках нет Что касается главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, то он сам отказался участвовать в обмене Обвиняемый украинскими властями в государственной измене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения Украинская сторона рассчитывает на то, что под обмен подпадут все моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе Но детали еще находятся в процессе согласования Неизвестно, как юридически будет оформлена передача моряков Хотя никто из них не осужден, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской государственной границы Дело по некоторым задержанным переданы в суд Точные сроки обмена ни одна из сторон не называет Скорее всего, он состоится до конца этого месяца При этом знакомый с содержанием переговоров собеседники твердый знак констатирует наличие принципиальной договоренности по этому вопросу О том, что готовится масштабный обмен заключенными, свидетельствует последнее заявление целого ряда вовлеченных в процесс людей Так, 22 августа украинский адвокат Валентин Рыбин, специализирующийся на делах пророссийских активистов, сообщил о скором обмене сразу трех граждан РФ Один из них уже даже вышел на свободу под залог Это Евгений Мефедов, живший в Одессе и участвовавший в событиях 2 мая 2014 года, когда столкновения противников Евромайдана с националистами привели к пожару дома профсоюзов и многочисленным жертвам В 2017 году суд оправдал Евгения Мефедова по делу о беспорядках в Одессе, но вновь арестовал по другой статье – сепаратизм Как рассказал твердый знак адвокат Рыбин, Евгений Мефедов вышел на свободу 19 августа и живет у друзей Залог за него составил 150 тысяч гривен, около 390 тысяч рублей, которые помог собрать депутат Верховной Рады от фракции и оппозиционная платформа За жизнь Николай Скорик 22 августа, как рассказал твердый знак господин Скорик, Евгению Мефедову изменили меру пресечения на личные обязательства Решение помочь Мефедову внести залог принимало руководство нашей партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук Твердый знак, пояснил Николай Скорик, и предыдущая, и нынешняя власть декларировали, что мы живем в европейской стране А в европейской стране человек не может находиться в СИЗА больше пяти лет Особенно с учетом того, что единственный приговор, который он получил, оправдательный Примечательно, что в декабре 2017 года, во время масштабного обмена между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса Господина Мефедова были готовы отпустить и даже доставили в Светогорск Донецкой области Но в последний момент его отказались сажать в автобус, который ехал на неподконтрольную Киеву территорию Почему Москва увидела возможность договариваться с новой властью Украины? Двое других россиян, Максим Одинцов и Александр Баранов, оказались в украинской тюрьме позднее В ноябре 2018 служба безопасности Украины, СБУ, выманила их из Крыма на украинскую часть КП Паричонгар под предлогом передачи документов об образовании И задержала Александр Баранов получил 13, а Максим Одинцов, 14 лет за госизмену и дезертирство Так киевские суды интерпретировали тот факт, что после присоединения Крымар к России они перешли из украинской армии в российскую По словам Валентина Рыбина, сейчас Максим Одинцов и Александр Баранов проходят процедуру подготовки к обмену Когда их соберут всех вместе и все будет готово, произойдет то, чего мы ждали последние два года, сказал адвокат В Россию, как ожидается, также отправится бывший боец спецподразделения Беркут Александр Саатаров Которого на Украине судят за участие в самообороне Крыма, неофициальном вооруженном формировании Которая участвовала в событиях в феврале-марте 2014 года на стороне России Он поставлен на обмен и меняется на одного нашего, украинского, твердый знак, моряка Это официально подтвержденная информация, сказал изданию Крым.реали адвокат Беркутовца Игорь Свинцецкий Другому изданию Господин Свинцецкий назвал дату предполагаемого обмена 28-29 августа Украинское издание Громадский 22 августа опубликовало новость о том, что россиянин Алексей Седиков Осужденный на Украине за терроризм, он участвовал в боевых действиях в Донбассе Написал на имя президента Владимира Зеленского прошение о помиловании Надеясь таким образом попасть в списки на обмен Где-то две недели назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен Я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование И где-то неделю назад я написал Теперь жду новостей, цитируют его украинские журналисты В свою очередь, агентство Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники сообщало о подготовке обмена находящихся в России украинских граждан Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко Напомним, что тема обменов между Россией и Украиной в последние дни обсуждалась на высшем уровне Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил Этот вопрос затрагивался 19 августа на встрече российского лидера с его французским коллегой Эммануэлем Макроном Правда, как отметил господин Песков, какие-то персонали и не обсуждались Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, в свою очередь, заявила, вопрос обмена заключенными связан с возможным возвращением России в G7 О котором недавно высказались Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп Разумеется, это требует от президента Путина каких-то шагов, сказала она По мнению украинского политолога, соучредителя аналитического центра Киевстрат про Андрея Бузарова В активизации обмена заключенными заинтересованы и Москва, и Киев Это важно обеим сторонам с точки зрения как международного имиджа, так и внутриполитической ситуации Сказал твердый знак господин Бузаров Нельзя сказать, что при предыдущем президенте Украины, твердый знак, Петре Порошенко не было позитива Обмены были, но обычно они были привязаны к праздникам И все было направлено в основном на повышение рейтинга власти Но Зеленский смотрит на этот процесс более стратегически Он и так на пике популярности, поэтому рейтинг его волнует в меньшей степени А в большей, улучшение отношений с Россией в целом Обмен пленными станет хорошим подспорьем для будущего прекращения огня, разведения сторон и так далее Правда, господин Бузаров отметил, что на Украине есть немало желающих помешать господину Зеленскому наладить отношения с Москвой Как украинских осужденных собрали в Москве Улучшение диалога по вопросу обмена отмечают и в Донецке Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, ДНР И ее представитель в Минской контактной группе Наталья Неконорова Связывает это в первую очередь со сменой украинского представителя в гуманитарной подгруппе При Петре Порошенко эту должность занимала депутат Ирина Геращенко Но в июне ее сменила экс-уполномоченной Рады по правам человека Валерия Лутковская При Геращенко были лишь истерические выпадки очень странного характера Сейчас по крайней мере дискуссия идет Украина взяла на себя обязательства юридически очистить и подготовить к обмену весь список лиц Местонахождение которых подтверждено Мы ждем, когда же Украина исполнит это обязательство Чтобы можно было говорить о датах обмена Заявила госпожа Неконорова твердый знак Она уточнила, что со стороны ДНР в списке находится 50 украинских граждан А со стороны Украины – 102 Впрочем, по состоянию на 16 августа Есть еще 153 человека Информация о местонахождении которых отсутствует или уточняется украинской стороной И 460 пропавших без вести Которые, по мнению Донецка, тоже могут находиться в украинском плену Если будет установлено местонахождение новых людей Мы включим их в этот список А кто-то может из него выбыть Например, если у них уже истек срок наказания на Украине Они могут ехать куда хотят Добавила министр Кирилл Кривошев, Владимир Соловьев, Киев